Всем привет! Меня зовут Леонид Максимов. Мы находимся на фабрике компании Warwick. Со мной находится Маркус, продукт-менеджер, который расскажет и пояснит нам все аспекты новой линейки ROG BAS. Расскажи, пожалуйста, о новых басах ROG BAS, где их изготавливают, какой модельный ряд. И можно ли с уверенностью сказать, что ROG BAS это бюджетный вариант в Warwick Custom Shop? Итак, наши инструменты, они из-за Фороэст, в Китае. И мы выбираем фабрике, чтобы купить нашу линейку. Мы выбираем для лучших линейку, которые вы можете получить в Китае. И также, мы отправим для каждого линейка инспектора. Они проверяют каждый инструмент в качестве, пока они будут распространены к нашим линейкум. И все равно это цифровая линейка, но они ееhetно. Получается от большинства как безฆухи, которая по общее существования. Здесь есть многое возможности, мировое короткое, как и мировое малое инструмент. Потом, мы находим Коветт Дубл баг, который имеет хамбакер-пикапы, и, собственно, это стремо, конечно. С этим есть стремо ЛХ и стремо стандартные инструменты. И мы также имеем все большие модели для артист-лайна, где у вас есть Роберт Трущилло модель, у вас есть Адам Клейтон, Рекс Браун и Бутси Коллинз, которые были на аффордационном модели. So the range is quite big and you only have to select it from our website, what is the best working instrument for you and infinity yes. And information, yes, also with the fortress we have as rock base. So the range is really quite huge we have even the neck through The stream is coming as well, there's an neck through instrument, so it's it's a quite range. Да, это удобный модель, или более удобный, чем мастер-билд. И большинство развития от мастер-билдов идут в РОК-басе. Поэтому, когда мы развиваемся в Германии, на мастер-билдов, мы пытаемся получить то же самое, что позволяет приобретать его в этот уровень. Чтобы сделать удобный инструмент для музыкантов, которые идут на сцену. И это не просто шоу, или инструмент для начальников. Нет, это еще больше, что когда у вас есть группа, и вы путешествуете, это тоже хороший инструмент для этого. Что отличает РОК-бас от других бас-гитар такого же уровня? Какие части или детали устанавливаются как на кастом-шоп инструмент, так и на РОК-бас? Я думаю, что лучшим образом я показываю, я показываю вам, я показываю вам, что это на инструменте. Потому что многие вещи идут в мастер-билд и мастер-билд, до РОК-бас. И здесь я имею в виду инструмент, и я даю вам важные функции, которые мы имеем в виду на РОК-бас. Сначала два-пись 3D-бридж, где вы можете ajustать height, width и интонирование в три-дименции. Вы также имеете в виду большую бас-гитарную 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 бас-гитару, которые добавляют типичный ВОРВИК-гроволь. Далее, мы имеем в виду easy-access трасс-рот-cover, где вы только что-то не нужны, чтобы попить его, и вы можете ajustать трасс-рот. Мы имеем в виду Just-the-Nut 3, в Тедуре, которое означает, что вы можете ajustать нут к вашему необходимому инструменту, который очень уникал для ВОРВИК-гроволь. У нас всегда есть проблема с нутами, что это слишком глубокий или слишком глубокий. И здесь, вы можете индивидуально ajustать нут к вашему необходимому инструменту. И даже когда нут немного изнутри, вы крутите немного выше, и вы получите самую бас-гитарную 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 бас. Также, когда вы включите голову, это приходится в ВОРВИК-гроволь. Также, если вы видите, что вы видите, такие ВОРВИК-гровольные бас-гитарные бас-гитары. Их они установлены, с кем-гатой бас-гитарной бас-гитарной бас. Вот так. Когда мы обращаемся на базе, вы видите, что на носу всегда есть сатин, и это натурально. Поэтому вы всегда виды дерево. И это, в моем мнении, тоже, что вы можете также контролить, как пользователь, качество дерева. Потому что, здесь вы видите, это transparent. И также на бодисе. У нас есть много предложений для транспорта, где вы можете inspectить, как пользователь, как выглядит, и если у вас есть дефекты. Другая вещь, что происходит из мастер-билд и мастер-билд инструментов, особенно из мастер-билд инструментов, это ези-access электроника. Когда у вас есть электроника, например, электроника, это очень удобно. Проблема всегда есть, если у вас есть отдельная поверхность, или вы всегда ускроете на бодисе, чтобы идти внутрь. Поэтому, здесь, это очень легко. Вы можете открыть, с вашими пальцами, вставить его вверх, и все. Также, у вас есть граффити, и также, электроника, и хорошо сделана, и хорошо сделана. Ворвик стрип-лок. Да, вы правы. Если вы посмотрите на рынок, и вы посмотрите на другие магазины, обычно, это просто стрип-лок. И вот здесь, мы имеем, все-таки, все-таки, на рог-басе, как стандарт. Также, если вы посмотрите на нашу Ворвик басе, мы имеем в виду, на 12 фрад, мы имеем в виду, ирон-blанк, в виду, а урвик-басе. Также, на рог-басе, вы имеете в виду, что вы имеете в виду, более стрип-лок. И, в виде рог-басе, они имеют в виду, в виде рог-басе, и вы имеете в виду, хорошие рог-басе, в начале. Как происходит контроль качества? На что вы обращаете внимание, когда получаете новую партию? На что нужно обратить внимание сразу, чтобы потом не было проблем? Ну, продукция в Лорусе всегда есть проблемы от глубокой вымоги. Это значит, что вы идете из Чаянии по России, уничтожи по Ченеи, уничтожи по Таижее, уничтожи по оригиналу, уничтожи по декору, уничтожи в декору, на разные уровни, уничтожи в декору. Поэтому мы контролем кишечные молоток в Чаянии как во все возможное, и мы контролем наши лоуэпинцы на кидах, которые идут в производстве, и также проверяем в лесу, если они достаточно длинные. И это постоянно контролировано, но вы не сможете преодолеть это. Для этого мы отправили инспекторы до производства в Китае, и каждый инструмент будет инспектирован в качестве, из того, что вы имеете в виду, что нет дна, нет скротчей, и, конечно же, как инструмент будет играть. Это означает, что инструмент будет играть полностью, и проверяем, если есть бусы или нет, и если электроника работает. То есть инструмент будет инспектирован на все детали, и затем будет shipped out. И также, наш дистрибутер в России, он подтвердил мне, что он инспектирован на все инструменты, когда они приходят, когда они приходят, и когда они приходят к клиенту, что он переодушит его, и также, что он осуществляет, что фред ends не приходят, потому что это не то, что мы не можем контролировать 100%. Мы можем контролировать это в Китае, и тогда мы должны наши партнеры в мире чтобы контролировать это и проверить, потому что у нас всегда будет уничтожение, зависит от времени. У нас всегда будет высокий уровень в Китае, но в России, например, у нас есть длинный winter, и вы получаете их на Россию, и потом потом, и затем, и то, что это будет немного добавляться, и они немного обернаются. И также, на нах, потому что это новый инструмент, и это будет немного времени, пока на наху и на наху, и заделали. И это, то есть, то, что наша партнер в России, который наблюдает, что сохраняет рельефа на гонах, И также, если есть босс, и если есть проблемы, он придет к нам, и он будет осуществляться, что это будет решено и готово. После контроля, я так понимаю, идет финальная настройка к продажному виду инструмента. Может быть, есть какие-то секреты или порядок подготовки инструмента к финальному продажному виду? Можешь поделиться? Если у вас есть реальные секреты, то вы хотите сохранить что-то. И мы делаем много видео о том, как вы ajustаете босс. И это как мы делаем это в Германии. И это также на качестве уровня для наших боссов, чтобы ajustать инструменты. И, например, мы делаем первые инструменты. Мы проверим, что интонирование. Если интонирование правильно. Мы проверим, что нут работает правильно. И так же, что это будет хорошо. Наталья на третью третку. И, опять же, нажимаем, что вы нажимаете на третку. И, если вы нажмите на третку, то вы нажмите на третку. И, если вы нажмите на третку. Это не заберет. The relief as well, it has slight relief and then of course the height at the 24th fret, normally it should be between 2 and 2.5 mm on the highest string and 2.5 to 3 mm on the lowest string. And these are basically the setup tricks what we are doing and you can help yourself a lot when you just take a 2.5 mm Allen key which is delivered and this is the size for the bridge system that you can adjust it in height, you just go below and when it's flash with the top, then it's good. And lastly, could you give me a few tips on how to adjust the instrument, all his parts, so that he was always in good shape for the game and the studio? Well, it depends on the player. If you really want to take care in a good way, then for example the major points are the fretboard. That you here and there, you oil the fretboard with lemon oil or even you can take our bee wax that I would say depending on the year time, when you have a dry time, then just put the wax on it that the fretboard is not really drying out. That it's always a kind of oil film on the instrument. Regarding cleaning the rock bases themselves, it's not necessarily that you use a special liquid to clean up. best is to use polishing and cleaning materials what you get in the market, what you can find on the market and a piece of cloth just to clean up the instrument. This is just enough for the rock bases. Спасибо за уделенное время и советы. You're very welcome. Thank you very much. Thank you! Thank you very much. Thank you very much! Продолжение следует...